Мы слышали взрывы, нас это очень сильно перепугало. Ну, конечно, ночь бессонная, я знала, где какой бункер, куда бежать, в какой больнице, в каком храме. Продумала уже маршруты, путь, но это все с детьми. Мы три дня подождали, три ночи мы толком не ночевали, потому что за окном было неспокойно, мы слышали какие-то взрывы, возможно, это было ПВО, также был взрыв, подорвали дорогу. В общем, три ночи мы абсолютно не спали, приняли решение приехать, просто выехать из Украины, потому что было очень неспокойно. Как нам прогнозировали, два дня займет, говорит, 48 часов, засекайте, все решится. И поэтому мы думаем, переждем, что за двое суток может произойти, потому что мы живем в центре Одессы. И когда мы видели, что огородили уже Екатерининскую площадь, и это все возле нас, и стратегический объект, как говорили, это порт, и мы тоже возле нас, и детей, надо было, конечно, обезопасить. Об этом месте мы узнали благодаря пастору церкви Покитко, который нас как бы скоординировал, что здесь нас могут приютить, могут дать нам кров. Я могу сказать, что мы просто не ожидали, что здесь все так мега круто все организовано, нам больше, чем хватает, я не знаю, как это по-другому сказать. То есть каждый день нас спрашивают, что вам нужно, нам помогают, нам предоставляют абсолютно все для ежедневной потребности человека, если так могу сказать. Нам помогли найти этот центр, как раз вот в этот день, как мы приехали, начали принимать, и не то, что если у вас кушать, это более чем вообще может быть умноженное в сто раз, чем нужен, наверное, какой-то минимум для человека, чтобы выжить. У меня трое детей, самый младший, ему 9 месяцев, здесь он ни в чем не нуждается, то есть от питания, памперсы, медикаменты, вплоть до того, что приходит доктор, который проверяет, здоровые дети, нездоровые дети, проверяет взрослых, оказывает медицинскую помощь. Это очень, очень важно для мам, у которых есть дети, а в основном все бегут, женщины, женщины с детьми. Бог благословил, и мы организовали комитет, который заботится о том, чтобы вся работа проводилась здесь на территории духовного центра. В этот оргкомитет мы распределили обязанности, и каждый знает, чем должен заниматься для того, чтобы людям здесь было комфортно и хорошо. Каждый день есть большой поток тех, кто приезжает и тех, кто уезжает отсюда, поэтому каждого мы регистрируем для того, чтобы лучше знать, где они находятся и лучше знать, как работать с ними. Три раза в день им предоставляется горячая пища. Каждый вечер в этом зале собирается более 200 человек для того, чтобы вместе попеть, пообщаться и помолиться о ситуации в Украине. С момента, как пересекли границу, у меня просто слезы выступали на глазах, потому что не было ни одного неравнодушного человека. Чай, кофе, чем вам помочь, у вас есть жилье. Нас останавливала полиция, спрашивала, где вы разместились, у вас все хорошо. И вот просто абсолютно все. Это для меня настолько неожиданно. Меня постоянно накатывало, накатывало. Я поняла, насколько я защищена, я успокоилась, поняла, что я не пропаду. Мы приехали сюда с целью переждать. Мы думаем, мы переждем и вернемся домой, в Украину, потому что все-таки там дом. Но если ничего в Украине не решится, мира не будет, мы будем ехать дальше в Европу. Самые острые нужды – это, конечно, продукты питания, это транспортные расходы, чтобы доставить людей из таможни сюда и оплата за отопление. То, что сейчас происходит, я до сих пор в это не верю. Я смотрю в новостях, я общаюсь с теми людьми, которые там непосредственно. И я не верю, что это происходит, потому что… Как? Как? Как я могу относиться? Я хочу, чтобы это закончилось поскорее, если люди объединятся, особенно с той стороны, встанут, объединятся, выйдут, будут говорить, что они против. Ну, вот только большой вот такой вот силой можно это остановить, как я считаю. Я хочу сказать, вот просто поблагодарить от всего сердца спасибо молдавскому братскому народу, то, что он помогает нам, украинцам. Спасибо, мы очень-очень благодарны, потому что, ну, представить, что тебя кто-то вот так примет и будет для тебя что-то делать бесплатно, во имя Бога, это, ну, дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Мы благодарны нашему Господу за отзывчивость церквей и за немедленное реагирование многих наших членов церкви, которые активно вовлеклись в работе с беженцами из Украины. Больше всего нас вдохновляет к этой работе вера в Господа Иисуса Христа, который любит каждого человека, и сострадание его к людям, которые нуждаются. Субтитры подогнал «Симон»